Вероятно, россияне готовят вторую фазу наступления в Харьковской области. Такие выводы делают аналитики Американского института изучения войны. На это указывает то, что оккупационная армия перебрасывает подкрепления на данное направление. Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Противник продолжает наращивать группировку своих войск в направлении главного удара Стрелича Липцы в районе Волчанска путем переброски дополнительных полков и бригад других направлений и полигонов. О том, что россияне сконцентрировали войска и подтягивают резервы в направлении Липцев и Волчанска, говорит и глава Харьковской областной военной администрации Олег Сенегубов. По словам военных экспертов, на данный момент российская армия, вероятно, взяла оперативную паузу для того, чтобы накопить свои ресурсы и перейти ко второй фазе наступления Харьковской области. Окупанты могут перегруппировать силы и средства для того, чтобы вести наступление в районе Волчанска и Липцев. Наступательные действия россиян в районе Липцев продолжаются, но существенных продвижений на фронте аналитики американского института изучения войны не фиксируют. В то же время геолоцированные кадры показывают, что украинским силам удалось вернуть позиции в центре Волчанска. Окупанты заявляют, что российские войска контролируют около половины населенного пункта, а представитель украинской группы войск Хортица подполковник Назар Волошин в комментарии Интерфаксу заявил, что украинские силы контролируют большую часть Волчанска. Большую часть города контролируют украинские силы обороны. Наземные операции захватчики сопровождают авиационными ударами, чтобы достичь успеха. В американском институте изучения войны продолжают считать, что российские войска пока не смогли занять позиции на южном берегу реки Вовча в городе Волчанск. Российские силы, вероятно, удерживают много резервов северной группировки войск. Запланированная численность 50-70 тысяч личного состава. Но пока оккупанты не приблизились к этой цифре. В то же время, даже если такая ударная группировка будет сформирована, ее будет недостаточно для окружения или захвата Харькова. Россия точно занимала ресурсы для того, чтобы оккуповать чьи-то большие отточки Харькова. Российская армия тем временем продолжает обстреливать Харьков. В ночь на 31 мая был нанесен удар ракетами С-300 по жилому многоэтажному дому. Погибли 6 человек. Россия применила тактику повторного удара. Совершила второй обстрел, когда на месте уже работали полицейские и спасатели. Одна полицейская получила ранение. Тем временем, на фоне активизации боевых действий в Харьковской области, Белый дом разрешил Украине бить американским оружием по законным военным целям на территории России у границ Харьковской области. Ограничения могут быть смягчены, если Кремль решит расширить фронт. Вслед за этим заявлением другие западные союзники также сообщили, что не против, если в приграничной территории РФ будет использоваться их оружие. Белый город имеет возможность использовать свою авиационную компоненту, в частности, леточки и носить авиационные бомбы. А мы не имеем право использовать ту оружие, которую получили от захоронных партнеров, чтобы уничтожить вооруженные леточки на территории Российской Федерации. Надеюсь, что эта опция, которая сейчас активно обговорилась о том, что решение Джо Байдена будет трансформировано в реальные действия, а вооруженные леточки, вместо того, чтобы нести смерть на голову украинцев, будут с вами умираться, будет посредине на территорию Российской Федерации, будет цепление справедливости. В Кремле заявили, что о таком решении не знают, но, по словам Пескова, цитата, «Украина уже пытается наносить удары по территории России американским оружием, что красноречиво говорит о вовлеченности США в конфликт». Конец цитаты. Первоочередные задачи российских оккупантов не изменились. Создание так называемой санитарной зоны, как сказал Путин, на севере Харьковской области. Кроме того, активизация боевых действий на этом направлении приводит к переброске украинских сил с линии фронта в Донецкой области, где также продолжается наступление оккупационной армии. Основные усилия оккупантов Донецкой области сосредоточены на Краматорском, Кураховском и Покровском направлениях.